Новый помер бюджету прожиточного минимума В Беларуси спынена день непотрабований Национального банка об предоставлении доведок для оценки кредитоздольности физичных особ. Постанова была часовой. Теперь банки могут самостоянно выращать, як оценить кредитоздольность физичных особ. Экспозиционная площадь наибуйнейшей региональной выставы Беларуси весна у Гомеля в складе 5000 квадратных метров. Про это поведомила гендиректор Гомельского отделения Беларусской гандлёво-промысловой палаты Марина Филонова. По ее словах, работа по формированию списа удельников выставы наближается до завершения. Широкий спектр своей продукции и послуг представить больше, як 200 предприемствов и организаций Гомельской области, инших регионов, краин близких и далеких замежа. Нагадаем, что выстава пройдет с 18 по 21 мая. У Гомель прибыла делегация китайских журналистов с провинции Сычуань. Сегодня замежные гости наведают широк предприемствов областного центра як державной, так и приватной формы властности. У их лику Гом-Сельмаш, Спартак, Ингман-Мороженая. Так само запланована встреча с керавництвом Гарвы-Канкама, Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны и экскурсия по Палацово-Парковым ансамбле. У Беларуси распочалась регистрация на централизованное тестирование. До 1-го червеня абитуриенты смогут вызначиться с выбором предметов. Подразнение от минулых годов, все лето зарегистроваться можно одразу на 4 испыты. Сертификаты ЦТ будут соправдные не один, а два годы. Прием документов у беларуских ВНУ почнется в лепени и в большинстве установ протягнется до 6-го жнивня. Беларуская чугунка предоставляет пенсионерам скидку у 50% на проезд у дизелях и электричках. Я надейничаю, что год уперед сезонных сельгазработ с 1 мая по 30 вересня. Громадяне, яким призначена державная пенсия, незалежно от ее виду, мают право на проезд за полцаны в цегняках региональных линий эконом-класса. Для набыття проездных документов со скидкой пасажирам необходимо предъявлять оригиналы пенсийных посвященнёв. Сегодняшний выпуск программы «Добрый вечер, Гомель» будет присвящен паштовым листам. Информационные технологии значительно поуплывали на умовы нашего життя. Как передать адресатую информацию, мы частей користаемся интернетом, чем пишем ручкой на паперы. При этом, как стверджают специалисты, у традиционного способа передачи информации есть великая колькасть перавах. Якие яны пропануть доведаться ведучая и гости программы «Добрый вечер, Гомель». У прямым эфиры вас чакают урок каллиграфии и эксперты за почерков. Сакрыты вядзения популярного интернет-блога и знакомства с новыми послугами пошты. Глядите «Добрый вечер, Гомель» сёння у 20.40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. Сусветные рок-хиты на виолончелях прагучать сёння у Гомелли. Свою творчасть на сцене Городского центра культуры представить гурт «Рокчелас». Рок и виолончель створены один для одного. Упевнены музыканты. Миновата, этот инструмент дадает рок-хитам шматгранности и загадковости. У программе концерта – сусветные хиты таких гуртов, як «Нирвана», «Металлика», «Скорпионс», «Продиджи» и многих інших. У составе гурта «Рокчелас» четыре виолончелисты и барабанщик, які лёгко змешивают академичную школу игры с рок-репертуаром, не губляючи драйву и почуття стылю. Открытый областный турнир по боксе, присвященный Дню Перамоги, отбудется у Гомелли. Церемонии открытия и попередние бои пройдут сёння. Гэты турниру выходят у календар Европейской конфедерации бокса и з'являются квалификационным. Пераможцам присвоивают звание майстра спорту Республики Беларусь. За узнагороды позмагаются боксёры из усіх регионов нашей краины, а так само с краин близкого и далёкого замежа. Поединки будут проходить на рынку областного центра Олимпийского резерву «Одиноборствов» на улице Столярная-2. Финальные бои турниру, присвященного Дню Перамоги, отбудутся 6 мая. Продолжение следует...